Валентина Валентин, руководитель Советского Союза Я представляю движение «За мир» Франции И сейчас я благодарю вас за участие в этом нашем интервью Вас, Валентина, и вас, Едвига Которые представляют организации солдатских матерей И организации пропавших без вести И сейчас я обращаюсь к вам Поскольку мне хотелось бы знать о ваших организациях Каким образом вы работаете, как вы работаете Какая ваша совместная работа И что вы можете ожидать от нас, французов Спасибо большое Валентине, которая начнет И Едвиге, которая будет продолжать Меня зовут Валентина Мельникова Я руководитель Советского Союза Я руководитель Советского Союза Это была цель защиты прав человека в вооруженных силах и отмена призыва на военную команду. Наши комитеты благодарят движение за мир французской за то, что вы внимательно сейчас относитесь к нашей работе. И мы не забыли вашу поддержку, которую оказали вы нам во время чеченской войны в 1995-1997 году. Мы очень благодарны для вашего поддержки и за то, что вы привыкли к нашему работе. И мы не забываем все поддержки, которые вы привыкли в Чечне. Французские общественные организации много сделали чтобы помочь нам как спасению пленных в Чечне, так и прекращению боевых действий и заключению мирного договора между руководством Ичкерии и Россией. Французские общественные организации много сделали для нас, чтобы помочь нам, чтобы защищать граждане и прекращать граждане. Французские общественные организации очень любят спрашивать, как вы думаете, чеченская война и война России в Украине есть что-то общее? Я могу сказать, что есть вообще эти военные преступления, которые совершают российские войска. И что мне кажется, другим, это то, что европейское сообщество и политики очень многих стран понимают, что трагедия, которая происходит с 2014 года на земле Украины, это трагедия для всего человечества. Французские общественные войска уничтожают окружающие города Украины. 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 Мы также принимаем обращения от семей погибших, от тех у кого пропали без вести или находятся в плену и каким-то образом стараемся прояснить картину и все-таки заставить государство выполнять свои обязательства по отношению к этим людям. И то, что мы можем сделать, мы продолжаем наши активы, несмотря на все эти очень тяжелые условия, то есть, мы всегда получаем людей с проблемой, их родственниками, мы пытаемся встретить людей, которые были сделаны, и мы пытаемся помогать, и мы пытаемся помогать их родственниками. Мы пытаемся помогать Обрат менее, чтобы давать их отב коррупционеры, и Настя, верующие делаем с desses Fac Einkами. Как и раньше, мы требуем от российского государства соблюдать международные гуманитарные права, соблюдать конвенции женевские, которые касаются отношения к комбатантам и к мирному населению Украины. Но сейчас требовать от них этого и получать какую-то нормальную реакцию труднее, чем когда бы то ни было в истории наших комитетов. Как всегда, мы требуем к СССР, чтобы поддержать Конвенция женевая, чтобы поддержать государство, чтобы делать все, что он должен делать. Но в эти условия, в которых мы живем сейчас, это гораздо сложнее сделать и обеспечить его раньше. А действия военных властей, а судьбе украинских пленных, а судьбе перемещенных гражданских лиц с территории Украины, а детях Украины, которые увезли на территорию России без родителей, без родственников и вообще без документов. Ну что, там, здесь есть много информации, которые для судебных, без документов, без документов. и где находятся украинцы, где находятся украинцы, где находятся украинцы. И вот эти информации о детей, которые были выдержаны в России, и, соответственно, их географическую ситуацию, где находятся украинцы. То есть, все это было секретно. То есть, все это было секретно. И, соответственно, украинцы, где находятся украинцы, где находятся украинцы и украинцы, потому что мы оставим их на батае, нарушения, нарушения, нарушения. И мы не сообщаем украинцы, где они и их страны, и все это. И так вот. По изучению судьбы пленных на территории России практически не дают результата. Сопротивление государства действием этой международной организации гуманитарной просто необыкновенно сильное. Конечно, что city Русь, то есть, все, что нужно делать. И, конечно же, Россия, суда и все это делать. Но также, эта организация, с активами, она очень поддержит их владелец. И она очень поддержит ихdom в Росстоке, и очень araща. Она действительно не могла дать ее положение. Защит гуманитарной деятельности. Валюш, сейчас у нас тут будет небольшая пауза, потому что здесь прервется по компьютерным делам. Пока что еще не кончилось, но когда будет пауза, потом мы снова подключимся сразу. Вот мы сейчас отключимся и включимся.